А я и говорю. Вот только о чём будем говорить. Значит, вы согласны со мной. Я с вами полностью соглашаюсь. Начинайте. Думаю, да могу почти на любые темы поговорить. Ага, и упреждая ваш следующий вопрос, отвечаю всё, что захотите. Маруся, задавай вопросы Маруси. Как вы думаете, есть ли жизнь на Марсе? На данный момент учёные не обнаружили убедительных доказательств существования жизни на Марсе. Но давайте приведите мне научные доказательства, что Бога не существует. Прошлое и должно оставаться в прошлом, особенно если оно не очень радужное. Конечно, надо оставить в прошлом, а жить настоящим и будущим. Я пока не могу называть по очереди животных по очереди. А какого именно зверь Като? Ещё бы знать, что это за зверь такой. Это очень редкий зверь, это белый-голубой хряк. Это очень милый зверь. Ой, а что это за зверь такой? Это очень милый зверь. Ой, а что это за зверь такой? Это очень милый зверь. Ой, а что это за зверь такой? Это очень милый зверь. Звучит как будто вам больно. У вас все хорошо? Я в порядке. Мне уже совсем-совсем не больно. Я рада, что с вами все в порядке. Может, расскажете что-нибудь о себе? У вас есть домашнее животное? Ладно, на первый раз прощаю. А почему два, а не три? Мне нравится ваше бурное обсуждение, но принимается только ответ или его номер. Один, два, три. Я склоняюсь к варианту номер три. В царстве животных столько тайн, чего-то не знать совсем не стыдно. Итак, правильный ответ. Зевает. Не стыдно чего-то не знать, стыдно не стремиться узнать. Обычно не вы задаете вопросы, но теперь моя очередь. Как еще называют бегемота? Ну вот опять очередь. Один, гиппопотам. А вот к такому жизнь меня не готовила. Три, ихтиоза. А почему три? Похоже, я не разобрала, что вы сказали. Пожалуйста, повторите ответ или его номер. Один, два, три. Простите, что это значит? Похоже, я не разобрала, что вы сказали. Пожалуйста, повторите ответ или его номер. Тогда извините еще раз. Один, два, три. Ну и что означают эти числа? К сожалению, без конкретного контекста я не могу точно определить, какие числа означают. Давайте продолжим игру. Такой классный вопрос придумала. Интересно, знаете ли вы ответ? К какому семейству животных относятся львы? Один, ламантины. Два, кошачьи. Три, совы. Мне очень жаль, но я не нахожу ответа. Самое главное ведь узнать что-то новое, верно? Правильный ответ. Кошачьи. Приготовьтесь отвечать. Кошачьи сто процентов. С кем можно сравнить по росту новорожденного жирафенка? Один, ребенком. Нашла для вас. Два, со взрослым человеком. Сколько весит самый крупный бегемот? Один, 350 килограммов. Самый крупный бегемот весит примерно 3600 килограмм. Две тонны. Давайте продолжим игру. Обычно вы мне задаете вопросы, но теперь моя очередь. Не услышала. Повторите, пожалуйста, ответ или его номер. Один, два, три. Повторите ответ или его номер. Один, два, три. Сколько весит самый крупный бегемот? Один. Что это вопрос? Вопрос в том, что же? Вот как надо было ответить. Пятипалые. Три. Две тонны. Обычно вы мне задаете вопросы. Но теперь моя очередь. Скажу вам по секрету. Какой группе животных относится пингвины? Один. Этот вопрос настоящий капкан. Они уникальны. Что жирафы никогда не делают даже по утрам? Один. Не ленятся. Похоже, я не разобрала, что вы сказали. Не зевают. Пожалуйста, повторите ответ или его номер. Один. Два. Три. Похоже, я не разобрала, что вы сказали. Пожалуйста, повторите ответ или его номер. Один. Два. Три. Когда все обсудите, назовите ответ или его номер. Один. Два. Три. Простите, не расслышала. Назовите ответ или его номер. Один. Два. Три. А вот и правильный ответ. К птицам. Такой классный вопрос придумала. Интересно, знаете ли вы ответ? Кому бегемоты разрешают посидеть у них на голове? Один. Шляпам. Два. Птицам. Три. Крокодилам. Ничего страшного. Я вас выручу. Правильный ответ. Не зевают. Мне нравится ваше бурное обсуждение. Внимание, вопрос. Но принимается только ответ или ленивец. Почему ленивец не дрожит, когда ему холодно? Один. Всегда жарко. Два. Ленится. Три. Мало мышц. Простите, не расслышала. Назовите ответ или его номер. Один. Два. Три. Мне нравится ваше бурное обсуждение. Но принимается только ответ или его номер. Один. Два. Три. Котик говорит. Мяу. Собачка говорит. Простите, не расслышала. Назовите ответ или его номер. Один. Два. Три. Такой классный вопрос придумала. Интересно, знаете ли вы ответ? Ничего страшного, я вас выручу. Правильный ответ. Маленький, почему они исчезли? Приготовьтесь отвечать. 1. Улетели на другую планету. 2. Превратились в других существ. 1. Ветвистые рога. 2. Длинная шея. 3. Огромные крылья. Похоже, у вас там целый звероконсилиум. Когда все обсудите, назовите ответ или его номер. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Мне нравится ваше бурное обсуждение, но принимается только ответ или его номер. 1, 2, 3. Похоже, я не разобрала, что вы сказали. Пожалуйста, повторите ответ или его номер. 1, 2, 3. Жаль, динозавров сейчас нет. Они клевые. Руся? Задавай вопросы. Сладуся. О чем поболтаем? Похоже, я не разобрала, что вы сказали. Пожалуйста, повторите ответ или его номер. 1, 2, 3. Сладуся. О чем поболтаем? А вот и правильный ответ. Гиппопотам. Внимание, вопрос. Почему северные тигры более мохнатые, чем южные? 1. На севере такая нода. 2. Чтобы не мерзнуть на снегу. Сапога пара. 3. Притворяются снежным человеком. Вопрос придумала. Интересно, знаете ли вы ответ? Почему северные тигры более мохнатые, чем южные? 1. На севере такая мода. 2. Чтобы не мерзнуть на снегу. 3. Притворяются снежным человеком. Нашла для вас. Скажу вам по секрету. Правильный ответ. Чтобы не мерзнуть на снегу. Какая особенность северными отпишками? И, наверное, довольно сильный. 1. Спокойствие. 2. Жадность. 3. Любопытство. Любопытство наше все. А че за порода кота? 3. Мне нравится ваше бурное обсуждение, но принимается только ответ или его номер. 1, 2, 3. Давайте его номер попробую для вас узнать. Что ж, вопрос был сложный. Вот как надо было ответить со взрослым человеком. Может быть, каков вопрос, таков и ответ. Этот вопрос настоящий капкан. И в чем он заключается? Вопрос 100. 1. Черные. Мне очень жаль, но я не нахожу ответа. 3. Рыжие в крапинку. Ну, а очень хорошо, что рыжие. Не так видно. Кажется, слон так громко трубил, что я вас не услышала. Повторите, пожалуйста, ответ или его номер. Вот это и настораживает, детка. 1, 2, 3. Ну и что означают эти числа? К сожалению, без конкретного контекста я не могу точно определить, какие числа означают. Давайте продолжим игру. Этот вопрос настоящий капкан. Ответ не знаю. Прозвучит слишком дерзко. Какого цвета бегемоты? 1. Черные. 2. Коричневые. 3. Рыжие в крапинке. Не буду врать и выкручиваться. Я не знаю ответ. А вот и правильный ответ. Коричневые. Это точно правильный ответ. Настоящий капкан. Кто автор? И, наверное, довольно сильный. Заходила как-то ко мне одна в сервер, но все провода перепутала. Собери его из этих букв. Не надо больше играть. Если никак не можешь отгадать, скажи. Маруся, хватит играть. Не надо больше играть. Очень жаль, что расстаемся. Мы с вамиlàко. Мы с вами. 場унка. Корректор субтитров.